Добрый день, уважаемые друзья! Мы продолжаем серию видео о миссии протестантов в мировой истории. И в качестве эпиграфа к сегодняшней видеопрограмме я выбрал цитату Мартина Лютера Кинга «Предельное мерило ценности человека, не то, как он ведет себя в часы уюта и удобства, а то, как он держится во время борьбы и противоречий». Замечательная цитата баптистского пастора, который не был безразличным к событиям, которые происходили в его стране, в его время, подходит для описания еще одного деятеля протестантского движения, который тоже не остался в стороне в то время, когда его страна проходила через сложный период испытаний. Тогда, в 30-е годы, когда к власти пришел Адольф Гитлер, лютеранский пастор Мартин Немюллер сначала воспринял это как серьезный шаг в борьбе с коммунистическим и атеистическим движением. Он, как христианин и многие другие христиане, рассчитывал, что этот новый лидер сможет изменить духовную ситуацию в стране, обратив внимание к настоящим христианским ценностям, к тем настоящим сокровищам, которые были утрачены в то время, когда страна переживала определенный моральный и духовный хаос. К сожалению, так не получилось. Мы знаем, что Адольф Гитлер оказался тираном, диктатором, который развязал одну из самых кровавых войн в истории человечества. Но каждый из христиан, каждый из лидеров церквей в этот период вел себя по-разному. И Мартин Немюллер повел себя как человек, которому было не все равно, что происходит вокруг него. Он назвал белое белым, а черное черным. В 1937 году в центральной церкви города Берлина, где он был пастором и где было очень много прихожан, которые прислушивались к его словам, к его советам, он выступил с проповедью «Мы должны повиноваться больше Богу, чем человеку». Фактически это было не единственное его декларирование собственной позиции. Он имел авторитет. И авторитет этот был связан не только с его пасторским служением. Авторитет этот был связан также с тем, что будучи ветераном Первой мировой войны, он имел военные награды, офицерское звание. И, оглядываясь назад, мог сказать что-то, имел право голоса. К нему прислушивались еще потому, что он был видным, известным общественным деятелем, который смело высказывал свою точку зрения. Вот эта точка зрения зазвучала. Зазвучала с кафедры, зазвучала в общении, зазвучала в позиции, которые Мартин Немеллер стал озвучивать. К сожалению, реакция государственной власти в 1937 году тоже была достаточно быстрой. Мартин Немеллер был арестован и прошел через судебный процесс. Можно сказать, что Бог помиловал на первом этапе Мартина Немеллера. Ему вынесли неожиданно мягкий приговор, 7 месяцев тюремного заключения. Кстати, он отсидел больше, 8 месяцев тюремного заключения и штраф. То есть, это было такое административное наказание больше, чем уголовное. Но при существующей власти было понятно, что это не все. После того, как он вышел из административной тюрьмы, он тут же был арестован повторно. И на этот раз уже гораздо более серьезно. Его арестовало Гестапо и начался его очень длинный многолетний путь по концентрационным лагерям. Мартин Немеллер прошел в Заксенхаузен, а потом в Дахау. С 1938 по 1945 год в общей сложности 8 лет Мартин Немеллер провел в заключении. Он видел смерти других людей, он видел жестокость и несправедливость. Возможно, он сам готовился к смерти, понимая, что да, такова цена истины, такова цена настоящей позиции. Но он остался жив. В 1945 году узников Дахау освободили союзные войска. В их числе был Мартин Немеллер, который вернулся в церковь, вернулся к пастерской деятельности. И вот тогда стало очевидно, что именно этот человек, который не промолчал, который не соглашался с тем, что происходило вокруг него, является прекрасным духовным и общественным лидером новой страны. Страны, которая прошла через фашизм, страны, которая пережила Гитлера и страны, которая возрождалась. С 1947 года по 1961 год Мартин Немеллер становится президентом протестантской церкви Гессена и Насау. Он берет на себя инициативу в представительстве немецких церквей перед иностранными христианами. Да, он говорит о том, что Германия является виновником, инициатором войны. Он не просто говорит, он признает свои ошибки, он кается перед братьями и сестрами из других стран. В 1946 году Мартин Немеллер в Женеве публично декларировал и признал вину Германии за военные преступления. А еще позже он становится одним из инициаторов Штутгарской декларации, подписанной ведущими фигурами протестантских церквей. В документе признается, что церкви не сделали достаточно, чтобы противостоять фашистам. Церкви могли и должны были сделать больше, но этого не произошло. Эта позиция Мартина Немеллера только подняла ему авторитет как среди немецких христиан, так и среди мирового сообщества. Немеллер не останавливается просто на признании вины. Он дальше созидает. Он строит отношения. Он выступает инициатором создания Всемирного Совета Церквей, организацией, которая бы объединила для сотрудничества основные христианские конфессии. И Всемирный Совет Церквей – это реальность сейчас. Он существует и прекрасно координирует действия всех основных протестантских конфессий. Мартина Немеллер совершенно справедлива в 1961 году становится президентом Всемирного Совета Церквей. Человек, который об этом мечтал, человек, который об этом говорил, в определенный момент возглавляет эту организацию. И понятно, что настоящее христианство – оно не пассивно. Настоящий христианский лидер не остается просто молчаливым созерцателем. Того, что происходит вокруг него. Видя напряженность, которая формируется в мире с изобретением атомной бомбы, с формированием двух противостоящих лагерей, он выступает в авангарде Всемирного движения за разоружение, движения за сохранение мира. Как бы оценивая его вклад, многие государства вручают ему премии, отмечают его. Но одним из интересных моментов является то, что Советский Союз, который учреждает ленинские премии мира, тоже замечает Мартина Немюллера. И он становится единственным пастором, который удостоил премии атеистического государства за вклад в укрепление мира между народами. Очень символично, что этот человек не просто говорил правильные слова, а имел право говорить эти слова, потому что сам прошел через гонения, через испытания и преследования. То, что он чудом остался в живых, это свидетельство Божьей милости. Но в дальнейшем Мартин Немюллер воспринимал подаренную ему таким образом жизнь, как право и ответственность говорить, возвещать, предупреждать другие поколения о опасности безразличия. В 1967 году на территории Дахау была построена небольшая протестантская часовня. В этой часовне часто бывал Мартин Немюллер. Иногда он проводил там часы, беседуя с посетителями мемориалов Дахау. Он рассказывал о своем пребывании в этом концентрационном лагере, но больше всего он хотел процитировать свое произведение, свой небольшой стих, который звучал примерно так. Когда нацисты пришли за коммунистами, я оставался безмолвным, я не был коммунистом. Когда они сажали социал-демократов, я промолчал, я не был социал-демократом. Когда они пришли за членами профсоюза, я не стал протестовать, я не был членом профсоюза. Когда они пришли за евреями, я не возмутился, я не был евреем. Когда пришли за мной, не осталось никого, кто бы заступился за меня. Для посетителей, для своих собеседников Мартин Немюллер подчеркивал, что именно в этом стихотворении выражены самые важные мысли, которые он подчеркнул в концентрационном лагере. Он призывал их не быть безразличным, когда они видят несправедливость и не молчать. И хотя этот стих выглядит как публичное покаяние самого Мартина Немюллера, он-то как раз и не молчал. Он говорил. И то, что он не молчал, в последующем дало ему право говорить еще больше и громче. И я верю, что эта позиция Мартина Немюллера, позиция по отношению к злу, позиция по отношению к беззаконию или несправедливости, она является показательной для христиан. Это прекрасный пример протестантского служителя, который остался в истории. Который остался в истории как пример не безразличия. Можно сказать, что за долгую жизнь, а ведь Мартин Немюллер прожил 92 года, он умер в 1984 году. Он оставил прекрасный плод личного влияния, как свидетель нацистских преступлений. И понятно, что он признавал и свою вину за начальный период, за начальный этап, когда он не разглядел, не увидел эту страшную угрозу, которая потом разразилась над всей Европой, над всем миром. Но его слова, его афоризмы, ведь звучат до сих пор, их повторяют. И мысль этих слов одна, не будь безразличным, не молчи, даже если это не касается тебя. Современная церковь призвана, я верю, не молчать, а говорить. Мы говорим или мечтаем о том, чтобы церковь была влиятельной, чтобы церковь была в авангарде, чтобы церковь была рупором, которому прислушиваются. Но это будет происходить тогда, когда церковь действительно будет реагировать на те процессы, которые происходят вокруг. Те процессы, которые мы видим в обществе. Где же искать истины, где же искать правды, как не в церкви, которая была призвана быть хранителем и передатчиком истины. И познайте истину, истина сделает вас свободными. Так говорил учитель и основатель церкви Иисус Христос. И так истина должна звучать, и нормально, хорошо, когда она звучит из стен церкви. Когда церковные лидеры, они говорят, что это плохо, это хорошо, это добро, а это зло, это тьма, а это свет. И тем самым они получают право говорить в жизнь тысячи миллионов людей. Ведь когда было нужно, они не прятались и они говорили. Возможно, ценой собственной жизни, ценой собственной безопасности. И я хочу закончить замечательной цитатой Эдмунда Берка. Для торжества зла необходимо только одно условие, чтобы хорошие люди сидели сложа руки. Не будем допускать торжество зла. Не будем сидеть сложа руки. Для нас по-прежнему открыт прекрасный пример лютеранского пастора Мартина Немеллера, который не молчал, а говорил. Ценой собственной безопасности и ценой собственной жизни. Это дало ему право говорить в жизнь многих тысяч, а возможно даже миллионов последующих поколений. Оставайтесь с нами, мы продолжим серию видеопрограмм о влиянии протестантов на мировую историю в последующем.